Сегодня в программе мы познакомимся с особенностями двух уникальных озер. Рядом красивейший белый пляж из сероводородного песка, который напоминает о лучших видах европейских курортов. Узнаем, кто живет на территории действующего вулкана. Не нападают только на него, а то он будет обороняться. И увидим, как выглядит котел самого дьявола. Доброго утра, дня или вечера. С вами вновь Крайведы. Я Сергей Суханов, это Полина Булгакова. А вокруг нас заросли густого бамбучка. Это значит, что мы вновь на южных Курилах. Да, и сегодня мы отправимся на главную достопримечательность острова Кунашир – кальдеру вулкана Головнина. Вулкан. Всегда мечтал посмотреть вулкан на Курилах. Что это за вулкан, что за кальдеры? Расскажи о ней чуть-чуть. Ой, я знаю, что вообще этот вулкан – это древнейший вулкан, который расположился на острове Кунашир. Его диаметр самой кальдеры достигает, вот вы просто представьте, почти 5 километров, 4,7. А высота хребта, до которой мы будем подниматься, по-моему, 370-571. Но это мы узнаем точно потом и вам попозже расскажу. Думаю, путь будет долгим. Идем. Слово кальдера – испанское, в переводе – большой котел. Это огромный котел, собственно, и есть, образованный после того, как вулкан много тысяч лет назад громко здесь бахнул. Путешествие к этой природной емкости стоит запланировать заранее. Необходимо получить разрешение в местном заповеднике и пройти маленький инструктаж. Совет. Пропуск в заповедник для местного населения дешевле в 2-3 раза. Если попросить купить его у кого-то из местных, то сэкономите, особенно если идете группой. Сам путь займет у вас целый день, поэтому побеспокойтесь о запасах еды и воды. Можно, конечно, попробовать схитрить и добраться на личном транспорте. Только, скорее всего, коварный бамбук поцарапает вам машину. Или вы потеряете какую-нибудь существенную деталь. В общем, берегите себя и своего коня. Сюда также добираются на квадроциклах или часов в пять идут пешком. И невозможно угадать, будут ли эти часы приятными. Потому что если в Южно-Курильске плохая погода, идет дождь или туман, то в Кальдере легко может быть солнце. Или наоборот. Тут свой микроклимат, поэтому на погоду в поселке ориентироваться не стоит. Но хватит о погоде. Рассекая заросли бамбука и преодолевая глиняные тропы, мы достигли первой точки туристического маршрута. Ну что ж, друзья, мы с вами попали на первую смотровую площадку. Да-да, вы не ослышали, здесь она не одна. Итак, перед нами открывается потрясающая панорама. Кстати, нам снова повезло с погодой. Отсюда, с этой точки, можно разглядеть потрясающие зеленые холмы, послушать пение птиц, понаблюдать за замечательным расстилающимся кедровником. Здесь же установлена памятная доска Василию Михайловичу Головнину, человеку, который сделал очень многое для изучения Курил. Обязательно прочитайте о его приключениях, по ним можно снять очень клевый фильм или сериал. Там настолько все интересно, там японский плен и много чего еще с ним было. Но самое главное здесь вот эти два озера, кипящее и горячее. К ним мы и отправимся, спускаясь по крутым склонам. Неподалеку находим пряничный домик с солнечными батареями. Здесь живут сотрудники и волонтеры заповедника. Наедине с дикой природой они следят за состоянием окружающей среды и помогают туристам узнать больше об уникальном месте, в котором оказались. Сегодня наш проводник Маша из Москвы. Из уютной благоустроенной квартиры она больше, чем на неделю, переехала сюда. Ее соседи – лесники, курильские мишки, да и японские змеи-полозы. Их вокруг полно. Обитают они, кстати, только на Хансю, Хоккайдо и здесь. Он приготовился нападать. Да, он обороняется. В столице Маша создает кукольные мультфильмы, а в такие уголки страны путешествуют за вдохновением. И, как неожиданно оказалось, еще и за хорошей погодой. Я уезжала из Москвы, у нас испортилась погода, прям неделю была осень. Приехала на Сахалин, там тоже осень, все ходят без зонтиков, под мелким дождем, все мокрые, даже уже не обращают на это внимания. И потом мы плыли-плыли, тоже не было практически солнца. И уезжали из Южнкурийска, тоже не было солнца. И приехали сюда, а здесь солнце, здесь дорога к озерам. И вот идешь по этой дороге и понимаешь, что все какие-то печали, проблемы позади. И наполняешься силой от этого места древнего. Наполнимся силой этого места и мы. Такие виды, как здесь, обычно называют открыточными. Издалека к Альдеру-Головнина вполне можно перепутать с каким-нибудь популярным курортом. Разве что людей поблизости маловато. Удивительный, почти лазурный цвет этих вод создает обманчивое впечатление, что это какое-то море. Но это, конечно, не море, это озеро, то самое горячее. И даже в своем названии оно нас обманывает, потому что температура едва-едва достигает 18 градусов по Цельсию. Сама вода здесь очень кислая, но это не стало препятствием для того, чтобы здесь жили и размножались живые организмы. Здесь можно встретить клопа, клопа, гребляка, крякву, а также здесь обитает три вида полозов. Кстати говоря, они не ядовитые. Временами здесь также обитают кучи туристов и в этом тоже нет ничего удивительного. Посмотрите, какой белый пляж напоминает лучшие виды европейских курортов. Кстати, о белом пляже. В прошлой программе про путешествие на мыс столбчатый. Мы уже встречали белоснежные камешки. Да-да, наши ближайшие соседи в свое время развернули деятельность и у другого Кунаширского вулкана. В 20 веке здесь также добывали и перевозили серу. Для удобства японцы прорыли искусственный канал между двумя озерами. И теперь вода в озере горячем, пополняемая водами кипящего, всегда теплая. Секрет одного водоема мы раскрыли. Отправляемся исследовать тайны кипящего соседа. Ну что ж, дорогие телезрители, вот мы и подобрались к озеру Кипящему. Здесь очень характерный запах, пахнет тухлыми вареными яйцами. Очень хорошо, что камера не передает этого вам. Здесь происходит испарение углекислых газов, сероводорода и азота. Купаться здесь категорически запрещено. Но если очень хочется, то можно. Правда, можно случайно свариться. Температура выше 80 градусов. Да. Все аншлаги пишут о том, что если вы действительно захотели здесь искупаться, прям очень-очень захотели, то следует выбирать только безопасные места. И находиться в воде рекомендуется не более 10 минут. Но мы все-таки вам не советуем. Опасность представляет высокая концентрация солей, тяжелых металлов и мышьяка в озере, а также вырывающиеся из-под земли струи сернистого и сероводородного газов вместе с горячими потоками воды. Однажды это уже привело к печальным последствиям. Известно как минимум об одном трагическом случае. Вот здесь рядом с озером Кипящим установлена памятная табличка с датами жизни молодого человека. Ему было 24 года. Дело в том, что он решил искупаться в этом озере. И когда пошел, естественно, не вернулся. Даже водолазы пытались его найти, но, к сожалению, ни останков, ничего. Так и не смогли поднять на поверхность. Вокруг озера очень нестабильная почва. В любой момент можно провалиться в кипяток. Туристы любят варить в подобных горячих источниках, их много по всему миру, обычные куриные яйца. Получаются очень эффектные видео. Сырое становится крутым минут за пять. Однако забавы ради рисковать мы не стали. Подобравшись только на безопасное расстояние. Оно обозначено табличками «не ходить». Даже землю трогать больно, такая она горячая, что под ней страшно представить. А рядом с озером находятся бурлящие участки. Покрывает их очень тонкая поверхность, похожая на тонкую корочку льда. По соседству будто кто-то готовит ужин на кипящемся равнодородном бульоне. За специфический вид местные жители назвали этот участок озера дьявольским котлом или чертовой сковородкой. Дышать парами газов, обильно выходящих из этого места, да и вообще рядом с озером, долго не рекомендуется. Может развиться головокружение, тошнота и головные боли. Место с таким названием не придавать мистические и жуткие свойства невозможно. Однако мы с удивлением обнаружили, что ни Айны, ни японцы, ни русские не сочинили про эту дьявольскую сковородку ни одного мифа. И это на островах, где любой кусок скалы имеет историю, связанную с потусторонними силами. Исправляем недочет. Котел дьявольской сковородки. По-настоящему адское место. Сюда попадают совершившие один из семи курильских грехов. В первом круге томятся праздные. Те, кто бывал на Курилах и никогда не ждал задержавшийся теплоход или самолет. К счастью, таких практически нет. Во втором круге страдают грешники-чревоугодцы. Те, кто не смог остановиться, поедая вкуснейшую курильскую уху или бутерброды с икрой. Третий круг – круг жадных. Сюда попали те, кто пожалел денег на путешествие к местным достопримечательностям. Мысо-столбчатому и вулканам, а также те, кто не купил у местных торговцев магнитик с кунаширом. На четвертом круге совершившие грех уныния. Здесь люди, которые вместо того, чтобы сходить на рыбалку, охоту или прогулку по берегу моря, сидят дома и утверждают, что на Курилах нечего делать. Пятый круг – еретики. Те, кто утверждает, что Курилы – не самые красивые острова на земле. На шестом круге – обманщики. Доверчивые туристы не раз попадали в их лапы, оплачивая в три дорого экскурсии и услуги такси. Уточняйте и сравнивайте цены. И самый страшный – седьмой круг. Здесь оказываются за насилие над Курилами. Не попасть на этот круг очень просто. Нужно просто не трогать краснокнижные растения, не бросать в лесу мусор и просто любить этот живописный уголок родного края. Однако оставим жуткие мысли и уйдем подальше от этого чертовски притягательного, но адски опасного места. Идем наверх, к освежающей высоте. На острове, который полностью был создан путем вулканической деятельности, с кучей сопок, нельзя, конечно, не подниматься в гору. Что мы делаем опять и опять? Мы идем на один из куполов кальдеры вулкана Голмина. Да, к сожалению, не очень хочется подниматься в такую погоду, на такую высоту, но что поделать? После того, как мы окажемся наверху, перед нами откроются потрясающие виды на все эти озера, на все эти потрясающие сопки. Путь к потрясающим сопкам не то чтобы прост. Вроде и подниматься невысоко, однако под ногами то и дело проваливается нестабильная почва. Приходится ступать осторожно, лавируя между камнями. Обувь сюда, конечно, лучше надевать. Точно не белую, потому что вокруг полно рыжей вулканической породы, от которой вы потом ничего не отстираете. Этот ржавый песочек проникает буквально везде. Мелким слоем покрывает одежду, проникает в ботинки. Он не опасен, поэтому о нем нужно просто забыть. Ну что, как тебе подъемчик? Давай делись впечатлениями. Я много раз ходила в горы, поднималась на большую высоту, но всегда у меня неимоверно краснеет лицо, начинает гореть, и от этого мне очень дискомфортно. Наверное, еще сложнее из-за того, что здесь теплый воздух поднимается от озера, и душно, дышать практически нечем. Еще дышать вот этим сероводородом, конечно, очень непросто. Последний фактор я бы отметила как самый существенный. Перед подъемом нужно быть готовым к таким испытаниям. Но оказавшись наверху, понимаешь, этот путь того стоил. Ну вот, мы наконец-то и добрались до самой высокой точки нашего пути. Говорят, здесь еще не было этого всего 40 тысяч лет назад. Потом резко жахнул вулкан, и появились и кальдера, и гора. А всего тысячу лет назад появилось озеро Кипящее. И вот, наконец-то, от озера Горячего мы начинаем получать свежий, холодный, долгожданный воздух. Слава богу! Немножко охладится, но все-таки мне кажется, что это не конец истории. Этих мест, и что-то еще обязательно жахнет. И хотя официальные данные говорят, что вулкан давно потух, и ничего больше не будет, все это в раке. По-любому образуются здесь еще другие горячие, холодные и любые озера. Но это не точно. Природа все же лучший художник из существующих. С одной стороны открывается вид на озеро Кипящее. С другой можно увидеть хребты острова Хоккайдо, не покидая пределов России. А с третьей оценить масштаб озера Горячее. Мы покидаем это место, покидаем Курильский заповедник, озеро Кипящее, Горящее, все эти чудесные места. Конечно, хотелось бы остаться здесь подольше. На самом деле, на заметку всем туристам, которые еще посетят это прекрасное место, здесь можно остаться и, наверное, с ночевкой. Но обязательно нужно договариваться с сотрудниками заповедника, чтобы они знали, что вы находитесь на территории и могли, если что, обезопасить вас от медведей. Да, но таких мест на Сахалине и Курилах еще очень много, и мы вам о них обязательно расскажем. А пока с вами были Сергей Суханов, Полина Булгакова. До свидания. В следующем выпуске мы отправимся изучать Шикотан. Великая Россия отступать некуда, позади край света. Ну сколько вы подниметесь вот на эту сопну? Да сколько секунд, минут? Познакомимся с местными экстремалами. Поспорим насчет ударений. Бухта Димитрово, одно из самых красивых мест на этом острове. Димитрово, да? Только не говори об этом местном, потому что они называют эту бухту Димитрово. И увидим по-настоящему большую рыбу. Сколько в нем? Килограмм 70? 55? Он весит даже больше, чем я.